В течение столетий персидские ханы и другие захватчики разоряли армянскую землю, истребляя народ. Только в 1827-1828 годах, во время русско-персидской войны, часть Армении, находившейся под гнётом Персии, была освобождена и присоединилась к России. Северная радуга. Производство Арменфильм. Киностудия Ереван. Автор сценария Грача Кочар. Режиссёр-постановщик Арташес Ай-Артян. Оператор Арташес Джалалян. Фильмы снимались. Бардан. Михаил Рутюнян. Хачатура. Арас Агамонян. Грибоедов. Лев Фричинский. Нарсес Епископ. Грачия Нарсисян. Генерал Паскевич. Владимир Балашов. Генерал Красовский. Александр Смирнов. Абас Мерза. Бабкен Нарсисян. Алла Ярхан. Гурген Джанибекян. Гасан Хан. Алексей Алексеев. Шаир Ниязи. Зачек Мазаритян. Манушак. Леону Штуманян. Генерал Ермолов. Николай Бармин. Пущин. Олег Макшанцев. Лачинов. Олег Чубайс. Макдональд. Юрий Ивановский. Амар Ага. Георгий Ашугян. Варданик. Гагик Аганесян. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ Господь Билосердный, за что ты безжалостно мучаешь, мой народ? За что? КОНЕЦ КОНЕЦ Счастье и в горе клянитесь быть верными друг другу. Клянусь. Клянусь. КОНЕЦ Отведите невесту! Разбегайтесь! Быстрей! Быстрей! Отведите невесту! Разбегайтесь! Быстрей! Подождите! Мамарага, побойся Богом! Пусти! Пусти! Хватит досать нашу землю, проклятый! Отпустите! Отпустите! Варстан, отпустите! Отдай ещё от нас! Отдай! Выходи! Выходи! Варстан! 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 Малуш! Потан! Потан! Варстан! 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 Оружие! Оружие бы нам! Варстан! Гоните их! Гоните их! Всех на пустовую арабушку! Варстан! Гоните их! Скорей! Скорей! Сыночек! Сыночек! Ой! Сыночек! Варстан! 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 Прости, земля родная! Засохнем лучше! Лучше здесь! Лучше здесь идейте! Ходи! 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 На этой земле я тебя вскормил, На этой земле я тебя взрастил, Ты кровь свою и душу отдай, Врагам лишь Родины не отдавай. Сжигают города и села, Народ угоняют в Персию. Есть у нас смелые души и бесстрашные сердца, Но оружия, оружия нет, ваше превосходительство. Вы знаете, Алексей Петрович, что армянский народ Готов нести свою лепту в дело освобождения Родины, Но нет меча в его руке. Да, я знаю это. Но, к сожалению, я бессилен. Как? Вы же главнокомандующий на Кавказе, И вы бессильны? Прошу вас, господа. Прошу вас, господа. Садитесь, Александр Сергеевич. Должен открыть вам горькую правду, друзья. Государь император отозвал меня с Кавказа. На мое место назначен генерал Паскевич. Паскевич? Поверьте, не эта метаморфоза моей судьбы волнует меня. А наглые набеги Гасан-хана на наши пограничные укрепления. А наследник Шаха Аббас Мерза, нарушив мирный Галистанский договор, вторгся в пределы империи. Да, мистер Макдональд не дремлет. И льется кровь народа армянского. Вот еще, Нерсес. Когда-то на заре государства российского дети орды также бесчинствовали на землях нашей Родины. И сердце русское не может стерпеть, Алексей Петрович. Чего только не может стерпеть сердце дипломата. И поэтому иностранных дел советник господин Грибоедов вы поедете к Аббас Мерзе. И, соединив доводы дипломата с жаром поэта, попытаетесь убедить его выполнять Гюлистанский мирный договор. Я не верю в успех этой миссии, Алексей Петрович. Может быть, вы и правы, Александр Сергеевич, но такова воля государя. А оружие будет. Сегодня же прикажу. Вот так, Нуне. Поняла. Пес из Ашакана. Артист из Гюмри. Григорь из Ярни. Арташес из Еревана. Манук из Канакера. А ты откуда? Я Грай. Грай из Бюрокана. Держи. А тебе что? Я тоже хочу воевать. Тебе рано еще воевать. Успеешь. Нет, я смогу. Я уже совсем большой. Иди, иди. Взрослым оружия не хватает. Давид из Еревана. Микаэл из Аштарака. Видал? Настоящий стрелок и с закрытыми глазами видит. Только крепче зажмуривайся, сестрица. deafинства масла. Всё. Текинский кастр signed на карасанском Норvest. Курма Багданов и Исаакер Маджет. Адинский Осирий. Сильней лошади дешевле Козыни. Курзийские края. Правильно. destroyed landry. girlishestani. Древние русские, грузинские русские! Вот здесь армянские гури! Аллахьярха! Черолхвязные собаки! Аллахьярха! Верховный визит! Зядьших южах! Забрать его! Забрать его! Звучит музыка Сколько за этих двоих просишь? По триста туманов Машаллах! Какая лань! Я подарю ее моему тестю, великому шаху Достойный подарок, великий визирь Сколько ты просишь за эту лань? Великий хан, подаренный тобой туман равен тысяче Великий визирь Я уже купил Великий хан Великий хан Платить за обоих! Платить за обоих! Здравствуйте! 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 Крестьяне мы из монастырских! Оно и видно! Не больно-то отъелись на святых харчах! О благословении вашего управляющего епископа Давида имеется? Имеется! От его руки оглох! Знаю! Тяжела рука святого! Жалко, такого мужчину не прихватили! Пригодился бы в отряде! Вартан! Конокер горит! На коней! Где ваши сыновья? Где ваши сыновья? Где? Молчите! Эх, хомарага! Разве можно знать, где парят орлы? Орлы? А ну, пригрейте старые кости этому геуру! Всех сожгу! Всех! Теперь ты у меня проклянешь память своего орла! Ха-ха-ха! Да будет благословен час, когда родился ты, сынок! Ты как? Посмотрите будет! Молчите их! Хочешь, Мартан! Давай! Басайтесь с Coverkin! Басайтесь с Coverkin! Мартан! А на руках лежал! Кламите собачку! Спасибо! Поехали! 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 Кычан, где Бартан? Он здесь! Отец! Отец! Бартан, сынок, не будет мне покоя в могиле, пока враги топчут нашу землю. Клянусь, не опущу меча, пока враги топчут родную землю. Проклятый пес! Где мой сын? Где? Он у меня дома. Клянусь. Где, где, говоришь? Пощадите, не убивайте! Поеду, сам привезу обратно могилой пророка. Клянусь. Врет собака. Всех их продали на таврийском рынке. Ах, сыночек! Кончайте с этим псом! Пощадите! Не убивайте! Пощадите! Общадите, не убивайте! Вообщ tornado сидим на лише документной покой я в эji лет или Чем вы заняты, духовные пастыри? Народ гибнет, а вы трусливо молитесь, запершись в монастыре. Опомнись, Нарсес. Проповедь терпения ведет народ к гибели. Они опустошили, разорили наши земли. Они сожгли наши села и города. Они угоняют народ на чужбину, а вы... А мы, по-твоему, должны идти воевать, чтобы Гасан-хан сравнял с землей наши храмы? Не будет народа, не будет и храмов. Народ, народ. Черн, сбросив шахское ермо, завтра же запашет наши монастырские земли. Достоин презрения власелин, который боится слуг своих. Отче, Нарсес, мы одиноки, нас мало. Могучая рука России добудет нам опорой, святой отец. Молод ты еще, дьякон Хачатур, и не следует тебе вмешиваться в спор епископов. Не слушайте смутьянов, братья во Христе, внемлите голосу благоразумия. Кто не с народом в годину бедствий, тот предатель. И добудет проклята память его в сердцах потомков. Вот плоды воспитания твоего. Горьки они и ядом полны. Проклинаю всех крамольников крестом святым. Оставь в покое крест святой. Иуда, опомнитесь, святые отцы. Давид, Нарсес. Покидаю храм сей, где оскорбляют собрата своего. Давид, Давид. Господи, Боже мой, Господи, Боже мой, смуты и раздожь разъединяют нас. Скажи, Нарсес, как быть? Только и только Россия может спасти нас. Святейшие отцы, я составил петицию русскому царю. Прочтем и подпишем. Читай, Хачатур. От народа армянского. Кровью истекающего, в неволе замученного, о свободе и счастье мечтающего. По телам неверных я проскочу до северной столицы. Мистер Макдональд, ты говоришь, Ермолов отставлен? Да, пресветлый Шахзаде, у меня самое достоверное сведение из Петербурга. Спасибо русскому царю. Ермолов уже полководец без армии. Ты видел наши новые пушки, которые прибыли для твоей армии. Ни одна армия мира не имеет таких пушек. В великое время настало, Шахзаде. Своим мечом ты рассечешь унизительный гюлюстанский договор. И ты, Шахзаде, впишешь свое имя на страницах истории. Светлейший, прибыл Гасан Хан. О, мудрейший наследник престола! Выполняя твои повеления, я перегнал армян в Персию. Да благословит тебя Аллах! Этот меч владыки мира Тамерлана дарует тебе. И вместе с ним титул предводителя Львов. В Великой Шахзаде прибыл посол русского царя. Проси! Прибытие драгоценного гостя принесло мне такую безграничную радость, что если бы ему захотелось обезглавить всех моих слуг, вот мой меч. Мы, русские, берем меч в руки, когда нас к этому вынуждают. Прошу. Мой гость далек от бранных утех. Может, твоя песня, Шаир Ниази, Почтит высокого посла русского царя? Ты человек, какое дело тебе до черных козней зла? Всегда достоин будь вершины, где нет вражды и лжи, чтобы любые искушения душа отбрасывать могла. Высоким званием своим, как жизнью дорожи. Живую душу, если тело в конец измучит кто-нибудь, оставь народу, как завет, на долгие года. Будь честным, гордым, бескорыстным и благородным в жизни будь, чтоб сыном родины своей считался ты всегда. Ласкает ли душу драгоценного гостя наша скромная поэзия? Персидская поэзия прославлена в мире, и я искренне люблю ее. Шаир Ниази, достойный преемник Гафиза и Омар Хаяма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аллах да покарает этих каджаров. Я каждый день молюсь, чтобы скорее пришли русские и освободили нас. А вы что, оглохли? На работу, живо! Ну! Поднимайся! Я привез братский привет моего государя и его дары солнцеликому отцу вашему, Феталишаху и тебе, оплоту государства. Глубоко признательны мы, властелину севера. Дары твои богаты и язык твой ласков. А Паскевич стягивает войска к границе. Может быть, это происходит потому, что Гасан Хан чуть ли не каждый день совершает нападение на наши пограничные посты. Неужто он вышел из повиновения твоей воли? Я не больше, чем тень своего отца, повелителя правоверных. Так ли это? Если и государи наши стремятся к дружбе, то и полководцам не следует размахивать мечом, мой высокий друг. Наш государь искренне надеется на сохранение мира, основанного на Гелюстанском договоре. Не упоминай о нем! Этот договор оскорбителен для нас. Великий Шахзаде. Гнев плохой советник, пресветлый Шахзаде. И зачастую мешает видеть истину. И я боюсь, что гнев твой разжигает люди далекие от мысли о счастье вашего народа. Никто не может повлиять на волю нашу. Тем лучше. Я надеюсь на ваше благоразумие. Мы требуем отмены Гюлистанского договора. Ну что ж. Я пришел к вам с миром. Вы захотели войны. Видит Бог, не мы разорвали данный обет и обнажили меч бедствий. История не оправдает вас. История служанка властителей. Иной раз властитель становится слугой своего чистолюбия, забыв о благоденствии своего народа. Пребывайте с миром. Знаете, с благословения Аллаха мы разрубим постыдный Гюлистанский договор. Мудрое решение, о великой Шахзаде. Решение достойное, Шахаббас. Сам Аллах руководит твоими мыслями. Аллах да расширит границы мудрости твоей. Я, я певец любви, великой Шахзаде. От грохота пушек улетают соловьи. Вянут розы. И умирает любовь. Признайся лучше, что ты трус, Шаир Ниази. Недаром говорят, что музы умолкают, когда гремят пушки. Но вам, достойный Ниази, придется воспеть ратные подвиги величайшего из полководцев, Аббаса Мирзы. Умоляю тебя, Пресветлый, не слушай голоса Лести. Ему-то что за горе? Ведь он чужестранец. Уже который раз по советам чужестранцев проливается кровь нашего народа. Умоляю тебя, великой Шахзаде, не нарушай договора, не разгневай Аллаха. Народ хочет мира и покоя. Именем пророка одумайся. Трус. Изменник. Заковать в цепи. Ну-ка, Кустамаркоз. Стараемся. День и ночь работаем. Чтоб как скала стояла моя крепость. Мы все твои рабы, великий хан. Афанасий Иванович. Боже мой. Александр Сергеевич. Какая радость. Какая радость. Кого еще из друзей вы привезли мне в утешение? Ну, пойдемте. Закройте глаза. Теперь откройте. Вот они. Пущен. Пущен, друг бесценный. Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Лачинов. Друзья мои, дорогие друзья. Кому я обязан с счастьем видеть вас живыми? Афанасию Ивановичу Красовскому. Афанасий Иванович. Спасибо вам. Спасибо вам за эту радость. Разрешите войти? Да, да, войдите. Его превосходительство, главнокомандующий генерал Паскевич просит вас и вас, Александр Сергеевич, явиться на военный совет. Идите. Федор. Иду. Муньгир. Слушаюсь. Что нового в Петербурге? Как Пушкин? На чей счет булгарин нынче витошничает? С кем он в войне? Пушкин тяжело переживает великую трагедию нашу. Петербург все мрачнеет, а Фадей Булгарин из-под тишка доносит на Вяземского и Полевого. Кого еще сюда, на Кавказ? Здесь весь Черниговский полк и сводный полк, составленный из частей восставших на Сенатской площади 14 декабря. Немало разжалованных офицеров, в числе коих, и ваши покорные слуги. Эх, солдатики, солдатики. Которые должны сражаться во имя славы тирана. Должен вам сказать, господа, что восточная геспотия, это нечто еще более варварское. Невыносимо тяжелы здесь страдания угнетенных народов. Поверьте, что эта война будет самой человеколюбивой из всех, которые когда-либо вела Россия. Что вы еще хотели сообщить нам, ваше преосвященство? Еще могу добавить, что отряд армянских добровольцев вооружен и готов сражаться. Очень хорошо. Ваше превосходительство. Да. Я только сейчас узнал, что отряды грузинских, азербайджанских и асетинских добровольцев к вечеру будут здесь. Прекрасно. Итак, господа, на войну мы ответим войной. Да дарует Господь вам победу над врагами. КОНЕЦ КОНЕЦ Паскевич идет на Таврис. Он охотится за твоей головой. Он был в тылу у него. И ты вонзишь меч Аллаха в спину русским. Слава Аллаху! Он отнял разум у Паскевича. ХОНЕЦ Ваше превосходительство. Перцы пошли в наступление. Не считать врагов, обидь ним. Так что ли, братцы? Огонь! 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 Аш-А-ЛАМ! Жертвы, батагу, не вновь! Аш-А-ЛАМ! 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 Агаут! Ранен! Никак нет, ваше превосходительство! Лихорадка скрутила! Бог с ней с лихорадкой! Разрешите встать в строй! Ваше превосходительство! Кто таков? Отметить воинское усердие! Слушаюсь! Лачины, ваше превосходительство! Лачинов? Отставить! Слушаюсь! Ну как? Приступ прошел? Эй, нехорошо! Горю весь! А план вот! Да я что, Александр Сергеевич? Лачинов очень плохо! Лачинов? Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Идите! Ваше превосходительство! Получены сведения о том, что в крепости подвергают пыткам узников! Может быть, распорядитесь произвести обмен пленными? В противном случае этих несчастных или казнят, или гонят в Персию! Да! Господа, поймите вы, наконец, что мы пришли в этот далекий край совсем не для того, чтобы заниматься сентиментальными мелодрамами! Подобного бессердечия от его превосходительства я не ожидал! Ну да... Еще многое придется увидеть и услышать в жизни, дорогой Хачатур! 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 Сердце истекает кровью! Сегодня пятый день штурма! Возьмем! Сегодня или завтра обязательно возьмем! 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 Значит, ровно в девять часов утра. Будьте осторожны, друзья мои. Итак, с Богом. Э-э, братец, не так. Слушаюсь. Счастливо. Народ, который себя защитить не умеет, тот в рабство к врагу своему пойдет. Александр Сергеевич, пишите? Да, иногда так для себя. Счастливо. 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 КОНЕЦ Майдон КОНЕЦ КОНЕЦ Он твой сын? Да, Великий Городин. Ты помогал укреплять мою крепость! А твой сын хотел взорвать. Прости его, Великий Городин. Отец. Мастер. По доброте своей я не хочу обезглавить твоего сына. Замурочь стену! И ты сам замуруешь его своей же рукой, чтобы крепче стояла моя крепость. Убрать эту падаль! Многое я узнал от вас, дорогой Хачатур. Прав наш друг Лачинов, говоря, народ, создавший великолепные памятники культуры, никогда не исчезнет из истории. А долг поэта страдающего народа воспеть его деяния великие, дабы грядущие поколения знали отечество свое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дедушка, а тебя за что? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не могу поверить своим глазам Нет, не верю Уступка двух областей Ереванской Нахичеванской 15 куруров Контрибуции 15 куруров Переселение персидско-подданных армян? Нет, не могу Ваше высочество Сами поставили себя судьей В собственном деле И предпочли решить его оружием Замечу только Кто первый начнет войну Тот никогда не может сказать Чем она кончится Но когда вы слышали Чтобы персидский шах Стал бы подданным другого государства Представляю Вам самим рассудить Подписать ли условия перемирия Или же продолжать войну Сейчас мир нужен прежде всего персидскому народу Из сострадания к этому народу Мы можем Снизить контрибуцию С 15 куруров До 10 А остальные условия Остаются неизменными Только маленькое добавление Кто из насильно переселенных Захочет вернуться на родину То не препятствовать этому Подпишем договор Мерзайскендер 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 Увидимся ли мы с тобой скоро, душа моя? Когда же приедет Княгиня Александр Сергеевич? Не знаю, даже хорошо ли будет, если она приедет Чудится мне Не выдержу я такого счастья В простой одежде горе предо мной И нет печали горши той на свете Разлучены с родными дети И шепчут губы Где же ты, родной? Прибыла Лайархан с мальчиком Проси Прибыла, прибыл, Александр Сергеевич Муне, не волнуйтесь, ведите себя спокойно Приветствую вас, Аляархан Здравствуй, маленький Гусейн хан Здравствуй Прошу вас Ведь ты меня помнишь, не правда ли? Помню Он никого никогда не забывает Такая прекрасная у него память Целую неделю не разлучается вот с этим подаренным вами кинжалом И все твердит Русской хан Очень хороший хан Спасибо тебе за хорошее мнение, Гусейн хан Ты знаешь, я и сегодня приготовил для тебя подарок Как ваше драгоценное здоровье, визир Мухтар Как вы себя чувствуете в нашей стране? Спасибо за внимание Как гласит арабская пословица Плоха лишь та страна, где у тебя нет друзей А у меня здесь такие хорошие друзья, как вы Как маленький Гусейн хан Не правда ли, Гусейн хан? А где пушка? Ах, пушка Сейчас принесут Сейчас Принесите подарки Для маленького Гусейн хана Для маленького Гусейн хана Мама моя Вертоник мой Мамочка Мама Мамочка 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 Это 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 же колдовство Ребенок не может помнить Он был совсем мал, когда мне его подарили Это голос крови Мой дорогой хан И в старости мы вспоминаем Ласковые руки матери Я надеюсь на ваше добросердечие хан Хм Добросердечие Я не страдаю этим пороком Ну что ж Согласно навязанному договору Вы можете отнять его у меня Визирь Мухтар Забудем о договорах Мой дорогой гость И вспомним о человечности Садитесь Прошу вас Благодарю Я постараюсь Не забыть ваш подарок Визирь Мухтар Равной мой сынок Давай пойдем 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 Маленький мой Вертоник 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 Маленький мой Маленький мой В Тагеран приехал русский министр Он требует вернуть на родину всех армян А из гаремов? Говорят, одна из гаремов султан хана Сама пошла к министру И он велел ее направить на родину Какая счастливая Мануша, родная Есть договоренность Сегодня ночью Когда у вас голодают дети Вам бараханов Гниет хлеб А пророк велит Помогать ближним Правильно Пусть они поделятся Со всем народом Хлебом 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 Великая визирь Время действовать Идите и действуйте, как мы решили Да поможет вам Аллах А этого шеерния ЗИП повесить Хлебом Вечер прикрыт негоды нашей! Городный пунктар! Городный пунктар! Небо хлеба! Городный пунктар! А вас, Александр Сергеевич, жалую послом в Персию. Мы только что из города, еле пробрались. Там сильное волнение, Александр Сергеевич. Так что же? Опасно оставаться в Тегеране. Неблагоразумнее было бы переехать в Таврис хотя бы на время. Движимый долгом и совестью своей, я должен остаться здесь. Но все это можно и потом, когда столица успокоится. Нет, друг мой. Уехать значит испугаться. А это непозволительно для русского посла. А как нунэ с вартаником? Я их отвел к купцу Моночиряну, как приказал, Александр Сергеевич. С новым караваном репатриантов их отправят на родину. Караван репатриантов. Видите ли, друзья, мы с вами кровно заинтересованы вернуть на родину угнанных сюда и заставить выполнять Туркменчайский договор. А ведь еще много припрятанных женщин и детей. Ярился к нам сам дьявол! В плече очкастого визир Мухтара явился, чтобы опорочить ислам, отнять у нас жен, оплевать шариат. Он заставил свернуть с прямого пути Аллаха Шаир Нейзи, тело которого качается на виселице. Он вырвал хлеб изо рта детей ваших во имя Аллаха. Смерть визир Мухтару! Смерть визир Мухтара! КОНЕЦ Стойте! Стойте! Опомнитесь! На кого руку поднимаете? Безумцы! Здесь великий визир Мухтар! Смерть! 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 А-а-а! 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 А-а-а-а! Сбылась твоя мечта, Хачатур. А благословит вас всемогущий Господь. Грибоеда везут! Грибоеда! Грибоеда! Хачан! Ну не, Вартаник. Они убили его. Вартана тоже убили. Хачан! Дядя, ты плачешь? Эх, Вартаник мой, Вартаник. Мальчик мой. Мальчик мой, Вартаник. Мальчик мой, Вартаник. Мальчик мой, Вартаник. Мальчик мой... КОНЕЦ 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 Дабы не возбудить излишних толков туземной черни, тело Грибоедова перевести в Тифлис без почестей. Слушаюсь. КОНЕЦ 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 Народ, создавший великолепные памятники культуры, никогда не исчезнет из истории. А долг поэта страдающего народа воспеть его деяния великие, дабы грядущие поколения знали отечество свое. КОНЕЦ КОНЕЦ